МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Марина Юрьевна Кондратова, заведующая антокринологическим отделением Одинцовской областной больницы. Здравствуйте, Марина Юрьевна! Здравствуйте, Мария! А тема нашей сегодняшней программы – витамин Д и его польза для организма человека. Да, сегодня я хотела бы рассказать о витамине Д, как он влияет на организм человека. Как мы все знаем, витамин Д относится к группе жирорастворимых витаминов. В организм человека он может поступать естественным путем через продукты питания, такие продукты, как жирная морская рыба, ее печень, сливочное масло, сыр, молоко, говяжье, свиная печень. И также образуется в организме человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Происходит синтез из неактивной формы витамина Д в активную форму путем гидроксилирования в печени и в почках. Но, к сожалению, несмотря на то, что витамин Д очень нужен организму, наше питание и наш климат не позволяет его получать в полном объеме. Витамин Д. А он участвует... Вот какова роль витамина Д на организм человека? Почему он настолько важен? Витамин Д участвует в фосфорно-кальцевом обмене. То есть при хорошем уровне витамина Д в организме усваивается 30-40% кальция, до 80% фосфора из продуктов. Если дефицит витамина Д, то эти показатели резко снижаются. Кальций всасывается 10-20%, фосфор 60%. И в итоге приводит к дефициту данных микроэлементов. Потом также витамин Д участвует в иммунной системе, в образовании как врожденного, так и приобретенного иммунитета. Это очень важно для профилактики вирусных и бактериальных заболеваний. Сказывается на сердечно-сосудистую систему. Витамин Д регулирует уровень артериального давления. Также сказывается на опорно-двигательный аппарат. Если дефицит витамина Д, то это приводит к ломкости костей, к болям, к слабости в мышцах, боли сустава, шаткость походки. Влияние оказывает на нервную систему. Нормальный уровень витамина Д профилактирует развитие когнитивных нарушений. Плюс дефицит витамина Д может также способствовать к нарушению чувствительности тканей к глюкозе. А это, в свою очередь, приводит к развитию инсулинорезистентности и развитию сахарного диабета второго типа. Казалось бы, витамин 1, а сколько может вызвать негативных последствий для организма человека, его отсутствие, точнее, недостаток? Да. Бывают определенные симптомы дефицита и недостатка витамина Д. Такие как депрессия, нарушение режима сна, бодрствования, частые простудные заболевания, проблемы опорно-двигательного аппарата, частые переломы. Все это показатели дефицита и недостатка витамина Д. Потому что мы живем в таком климатическом поясе, в таком климате, где недостаточное количество солнечного света. Это плюс еще образ жизни. Человек редко выходит на свежий воздух, большое количество времени проводит в помещении. То есть даже если солнце на улице, то, как правило, мы все находимся либо дома, либо в офисе, либо кто-то на учебе. То есть опять же мы находимся в помещении. Да. И все это приводит к недостатку. Но несмотря на то, что большинство людей испытывает дефицит, выраженный дефицит или недостаток витамина Д, данную ситуацию можно легко исправить. Да, для этого есть определенные лабораторные исследования. Каждый человек может сдать витамин Д. И по данному анализу врач поставит, эндокринолог, диагноз, дефицит или недостаток и назначит лечебные дозы витамина Д. И люди, которые не сдают витамин Д, или у которых витамин Д в норме, они принимают профилактические дозы витамина Д. Но витамин Д, профилактические дозы, надо принимать круглый год. Вне зависимости от времени года. А возможно заменить прием витаминов все-таки приемом определенных продуктов? Да, продукты содержат витамин Д, но количество очень низкое. Поэтому, чтобы полностью продуктами компенсировать... Это нужно есть одну рыбу. Да, есть одну рыбу и есть ее килограммами. Поэтому, соответственно, надо или каждый день пребывать на солнце 20-30 минут, но в периоды, когда нет опасного солнца. То есть это исключаем период пребывания с 11 до 3. Но ежедневно. Если человек ежедневно не может, он должен принимать профилактические дозы. Это или водный, или масляный раствор витамина Д. Форма приема зависит от наличия сопутствующих заболеваний. Если у человека есть проблемы с желчным пузырем или с оттоком желчи, то мы рекомендуем водную форму. Если все хорошо, он может принимать как водную, так и масляную форму. Марина Юрьевна, очень часто можно слышать такую фразу. У вас родился ребенок с рахитом. Это как раз-таки недостаток витамина Д. И ставят ту или иную стадию. Почему так получается? И возможно ли как-то скорректировать вот эту проблему? Рахит очень часто встречается у детей. С чем это связано? Беременные женщины и кормящие также находятся в дефиците витамина Д. Если у мамы дефицит или недостаток витамина Д, то соответственно у ребенка тоже на ребенке это будет сказываться. Поэтому всем женщинам беременным и кормящим также необходимо принимать профилактические дозы витамина Д. И дети наши, если смотреть статистику, то каждый третий ребенок только имеет достаточно уровень витамина Д. И каждый десятый ребенок в подростковом возрасте имеет достаточное количество. Поэтому все дети и подростки также должны принимать профилактические дозы витамина Д. Все-таки для детей это очень важно, потому что как раз таки идет оформирование и скелета, и иммунитета, и в принципе здоровья ребенка. Да, потому что именно в первые дни, месяцы и годы идет закладка как опорно-двигательной системы, до скелета, мышц, связок, так и развития нервной системы, иммунной системы. Поэтому витамин Д для детей очень актуальный прием. А все-таки Вы бы посоветовали, как часто сдавать анализ конкретно на витамин Д? Значит, первый раз, когда человек обращается, необходимо провести контроль, посмотреть, какой у него изначально уровень витамина Д, и определить, что у него выраженный дефицит, недостаток или норма. И затем, уже в соответствии от показателей, ему назначается или лечебная доза витамина Д, чтобы его выровнять из дефицита, перевести в нормальный состояние, или профилактическая доза. Если у человека недостаток или дефицит, ему назначается лечебная доза и корректируется контроль анализа через полтора-два месяца. Если у человека витамин Д в норме, и он принимает профилактическую дозу, то контролировать витамин Д можно раз в год. Но в любом случае, как Вы уже сказали, что для нашей климатической зоны это, в общем-то, обязательная рекомендация. Потому что все мы, к сожалению, лечены солнца в таком объеме, именно в нужном объеме для организма. Да, наше питание и наш климат не позволяют получать в полном объеме витамин Д, который необходим для нормального функционирования нашего организма. Сейчас лето, многие отправятся, по возможности, безусловно, к морю, к солнцу. Вот еще раз хотелось бы от Вас, как от врача, получить рекомендации по нахождению на солнце. Иначе у нас могут просто все же избыток испытывают солнечного света, солнечных лучей. И, безусловно, многие злоупотребляют солнечными ваннами. Почему это может привести и как правильно принимать? Да. Вот ультрафиолетовые лучи, тот солнечный свет, который мы получаем, он может приносить как пользу, так и вред человеку. Поэтому самое главное – все делать в меру, не злоупотреблять. Если человек едет отдыхать на море, то, соответственно, прием солнечных ванн должен быть в утренние часы или после обеда, соответственно, до 11 часов дня или после 3 часов, после 15 часов. То есть, в принципе, с 7-8 часов утра до 11 и после 3 часов дня. Это безопасное солнце. И, соответственно, уже по самочувствию. Если у человека есть сопутствующие заболевания, и он плохо переносит теплый климат и солнечные лучи, то этот промежуток нахождение на солнечном свете нужно ограничить. Ну и, опять же, солнце может вызывать разные негативные... Конечно, возможны ожоги солнечные, которые имеют последствия, тепловой удар. Поэтому солнце приносит нам пользу, но в большом количестве возможен и вред. И об этом нельзя забывать. Ну, будем надеяться, что все отдохнут, наберутся правильного солнца, зарядятся позитивом и вернутся с новыми силами. К учебному году приступят к работе. Да, конечно. Что бы Вы пожелали всем нашим жителям? Всем, конечно же, здоровья. Это самое главное. Берегите себя и своих близких. Спасибо, Марина Юрьевна. Будем надеяться, что у наших телезрителей нет недостатка витамина Д. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания.